Девушки отдыхают Но расскажите мне, чего вам хочется в жизни? Окей, вот смотрите, вот человек реально перегорел Классический пример того, что человек перегорел, это тогда, когда ему не хочется ничего На самом деле те, кто работает или работал в найме, те знают, что вот люди, которые перегорели, они идеальные исполнители Они на самом деле оптимизируют работу своего отдела, своего департамента, своего маленького кусочка так, чтобы ничего не делать У них работает идеально Классический пример перегоревшего человека Это вот просто запомните, вот просто вот сразу, человек перегорел Что это значит? Если вам задают вопрос о том, слушай, приходит, вот давай сделаем чего-то крутое, новое, замечательное Ответ, слушай, это делали мы пять лет назад или делали наши конкуренты И у нас не получилось, поэтому мы это делать не будем Это ответ классического перегоревшего человека Вот что называется рыжиков здорового человека и рыжиков курильщика Вот то, что он рассказывал, Сергей, чуть раньше на своем докладе о том Мы потратили миллион долларов, мы на самом деле завалили проект Мы это поняли, и у него хватило мужества через несколько лет сделать это снова и сделать это хорошо Это история про то, что я не перегорел Вы знаете, здесь до меня было такое количество брендинга и саморекламы Что я ничего сейчас не буду рассказывать о себе Кому надо, тот найдет, в общем, ничего не буду Я лучше дам вам совершенно практические советы Вот о чем я говорю За последний год я проконсалтила где-то более 1600 людей Тех, у которых, что называется, кризис карьерный То есть, условно, человек успешный, человек уже взрослый Он приходит и говорит Слушай, Лёль, все хорошо Ну вот есть свой бизнес, все хорошо, но все плохо Вот каждый день стою, как на каторгу Вот рабство классическое А выйти из этого не могу, потому что весь бизнес завязан на мне Это чаще всего руководители таких небольших бизнесов по 15, 20, 30 человек С небольшим оборотом, где действительно все процессы завязаны на первое лицо И уйти из этого, казалось бы, ну такая простая история Ну а что такого? Ну вот давай делегируй Ты уже руководитель, условно, деньги есть Даже если есть кассовые разрывы Ну кого-то операционного директора нанять можно Все, я уверена, из вас это проходили Нанимали вот этих операционных директоров Дальше получалось что? Либо бизнес через полгода падал вот так Просто вот, 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 просто абсолютно Либо, соответственно, бизнес начинал расти Но этот человек, видя, что вот, вот, все хорошо Уходил через какое-то время с самыми крупными клиентами И самыми ключевыми сотрудниками дел свое А если вы выращивали кого-нибудь с нуля То дальше, в общем, получилась такая история Опять же, человек через какое-то время вставал такой И тут к нему приходила какая-нибудь крупнейшая компания Ну не знаю, если в России мы будем говорить там Яндекс Мы там еще что-то говорим Пойдем, дорогой У нас вот-вот гамаки, вот плюшки, вот все чего Чего ты тут сидишь на 15 человек? И в результате вот все эти усилия Давай я делегирую И буду заниматься интересным И в результате мне не будет скучно на работе Они на самом деле ушли в никуда Потому что, ну, либо бизнес под угрозой Либо вообще бизнеса нет Этот исполнительный развалил В общем, все плохо К чему я, собственно, веду? Итак, вот эти из 1600 человек, которых я проконсультировался Примерно, вот я говорю, ну, где-нибудь около тысячи Вот примерно таких и были С чего, собственно, начинается? Из чего нужно начинать? Надо разобраться две разные вещи Скажите, пожалуйста, а вы давно были в отпуске? Ну, давно это когда? Ну, быстрее, шо ж вы так Вот, окей На самом деле, между тем, что вы перегорели И тем, что вы просто устали На самом деле это сложно оценить Что нужно сделать Если вы чувствуете, что все, больше не могу Вот все, хожу как на каторгу Первое, что нужно сделать На две недели уйти в отпуск Кажется, что это сложно У меня свой бизнес Я понимаю, первый раз, когда я уходила в отпуск Я просто вот стояла в аэропорту Ну, я когда-то прославилась в Mail.ru Что я вернулась в отпуске из аэропорта Только потому, что конкурент в этот день запустил маленькую фичу И мне казалось, что это критично На меня смотрели все, включая генерального директора Говорили, ты ненормальная? Вот, ну, хорошо, давай мы ее запустим через три недели Чего случится? Ну, не суть Так вот, на самом деле, первое, что нужно сделать На две недели уйти в отпуск Причем именно по-настоящему в отпуск А не так, как мы все, что называется, этот отпуск имитируем Отключить рабочую почту Отключить гаджеты Оставить только тот телефон, по которому звонят родные и близкие Ну, вдруг, не дай бог, что-то случилось Ну, чтобы быть на связи Все Что, собственно, случится за эти две недели? На самом деле, кажется дико страшно Вот по своему опыту хочу сказать То, что развалится, бог с ним пусть развалится Значит, этому и не было повода для жизни То, что не развалится, вернете, подберете Вот, ну, на самом деле, ничего страшного За две недели не случится Что же делать за эти две недели? За эти две недели, на самом деле, у вас из мозга идет вот этот вот шум постоянно Не могу, вот это 10 звонков в день, 800 писем, я не знаю, 20 встреч Клиент идиот, кассовый разрыв, деньги не перевели, перевели не те Этот просит неустойку Вот это вот все, вот то, что вот жвачка мозга, которая мешает нам думать посерьезки После того, когда вот прошли эти две недели, вы возвращаетесь на вашу работу Неважно, ваше это дело или найм Это все равно для вас на данный момент работа и рабство И вы понимаете буквально на первый и второй день Что с вами случилось Вы просто до этого очень устали Ну, у вас прет ваша работа, прет ваша компания И просто там надо сделать некую революцию Ну, условно, там, переставить Машу, Сашу Это вы сами в операционке разберетесь У вас бизнесы лучше, чем у меня, не буду советовать Либо вы вернетесь и поняли Все, край Вот, пожалуйста, не принимайте решений, не отдохну После того, как вы поняли, что все, перегорел край Условно, ну, если это найм, дальше очень простая история Меняйте работу, меняйте отрасль Но мы все с вами, как я понимаю, большинство, заложники своего бизнеса И тут вот так вот не уйдешь Если бы маленькие бизнесы так легко и хорошо продавались Условно, ой, ну чего-то мне надоело, дай-ка меня какой-нибудь стратег выкупит Ну, собственно, вот, Рыжиков так вам прекрасно улыбывает Подойдите к нему, скажите, давай, Сереж, ты ему на истудию купишь Вот тут вот, в общем, и выражение лица изменится Ну, так вот, собственно, что делаем дальше? Дальше понимаем, из бизнеса не уйти Дальше вам надо понять, что до этого момента вы говорили основную вещь себе Или там слух, не дай бог Что главные тормоза в вашем бизнесе – это ваши сотрудники Потому что вы от них ждете чего-то большего, чем они делают Так вот, ваши ожидания – это ваши проблемы Вы ждете, что они будут работать тоже по 12 часов Вы ждете, что они будут жить бизнесом, вы ждете, что они будут бесконечно креативить Вы ждете, что если вдруг вы задерживаете зарплату, то они с благодарностью будут приходить и спрашивать Ну, слушай, ну, конечно, мы потерпим, но ведь нам понятно, нам ведь надо аренду, заплатите налоги Это ваша проблема, такого не будет Вам надо понять, что главный тормоз вашего бизнеса – это не сотрудники, это вы в этом состоянии Дальше вы берете себя, сажаете себя на стул и спрашиваете Давай-ка мы подумаем, а что случилось И дальше будет страшное открытие На самом деле никакого вот этого переутомления, чего-то еще, перегорания нет Это на самом деле психологи придумали, чтобы из вас деньги вынимать На самом деле все проще Вам организм, мозг сигнализирует и уже очень давно Но, дружок, то, что ты сделал в виде своего бизнеса или найма Совершенно не соответствует тому, чего ты хотел Вспомни, чего ты хотел Условно, ты хотел новый Google, а у тебя маленькая студия разработки на 10 человек И постоянный вот этот круговорот бегания клиента к клиенту Условно, не знаю, ты хотел стать, не знаю, новым там директором, генеральным директором какого-нибудь автоваза А ты на самом деле маленький инженер маленькой компании Вот несоответствие этих целей и реального воплощения Это и есть сигнал организма, ничего не хочу Он устает именно от того, что, ну вот как вот Как девушка ждет, что вот вы сделаете ей предложение Ну вот, давай, 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 давай Вот она год ждет, два ждет, а потом уходит другу Хотя и друг, в общем, вроде не нравился Ну, перегретые ожидания Так вот, что вы делаете? Вам надо четко вспомнить, от чего вы хотели Вот скажите, чем вы хотели? Вот вы вряд ли хотели вот стоять на сценах корпоративов? Хотели? Тогда чего вы устали? Идите и работайте Такой, знаете, встал и пошел, да Прямо как в Евангелии, да Ну вот, в общем, смотрите В тот момент, когда вы поняли, чего вы хотели Вы поняли второе В чем я силен? Условно, я хотел большую компанию Я хотел следующего Чтобы это была, я не знаю, там, огромная студия Или, я не знаю, это была технологическая Какая-нибудь большая компания Сравните ваши ожидания с тем И что есть на самом деле Дальше поймите ваше основное Конкурентное преимущество В чем вы сильны? Условно, кто-то силен в маркетинге Кто-то силен в продаже Кто-то силен в операционке Кто-то силен, я не знаю, там, в технологических вещах Не бывает людей сильных во всем И поймите, что вас больше всего раздражает На самом деле Кого-то раздражает, опять же, продажи Кого-то раздражает бухгалтерия Кого-то раздражает операционное управление Вот эти функции надо отчленять Теперь, как отчленять? Не ждите, что все случится сразу Первое Мы находим Желательно внутри компании Дальше, сори Я буду говорить цинично, честно И такое может сказать только девушка Потому что, ну вот я девушка Потому что, на самом деле, в Европе Меня за это просто расстреляют Просто феминистки Меня бы отсюда вынесли Первое Все функции, которые вы хотите отдать Лучше всего находить людей Внутри компании И распределять Очень важно Не на одного человека Не зацикливать все функции Которые вы хотите передать Вы приоритизируете Условно Я постепенно хочу передать Операционное управление Бухгалтерии Маркетинг и прочее Что из этого я могу передать В первую очередь Обращаю внимание Суть продукта Передается в последнюю очередь Если у вас Условно клиентский бизнес Например, как у меня Или вот студия То продажи будут передаваться Если они сейчас на вас В последнюю очередь Разгрузите от себя От неинтересного Следующим образом Приоритизируйте функции Которые вас раздражают И вам мешают Дальше Находите внутри компании Или не внутри компании Но маленьких людей Которых можно растить Раздайте каждому по функции Понимайте, что очень важно Вот как человек, который много лет Занимается персоналом Что я хочу сказать Вот выстрелят не звезды Те люди, которых вы взяли И казались Вот сейчас полетит Вот все будет хорошо Вот они либо уйдут Либо придадут Либо будут работать плохо Лучше всего Выстрелят та незаметная Казалось бы Девочка На которую никто Вначале и не ставил Поэтому всех наделите Ну какой-то ближний круг Выделите его Немножечко ответственности И смотрите, как они растут Кто-то начнет расти Вот у меня внезапно Операционным директором Моего бизнеса Стала бывшая секретарша Ну реально очень хорошо Работает человек Значит, начинаем растить Начинаем передавать Тут очень важно Много с ними общаемся Передаем ровно по одной функции По приоритету Что важно Когда вы начинаете Общаться с людьми У вас, во-первых Начинает меняться бизнес Потому что вам Внутри компании Вдруг даже Той, которой 15 человек Изнутри отдают Слушай, а вот здесь у нас Построено неправильно А здесь у нас дурак А здесь он вообще ворует А здесь вот все не то А здесь все не то Возникает вот это Персональное доверие И вы вдруг Начинаете менять Саму компанию Второе Еще более важное Вам становится интереснее Знаете почему? От любого Нового человека Другому человеку Короткое время Интересно И вот когда вы Передаете эту функцию Много общаетесь Фактически вам надо Влюбиться Безгендерно В нескольких людей Которым вы эти функции Передаете Вы начинаете им Передавать Люди Начинают расти Передали одну функцию Разгрузили себя Не передаем Сразу следующую Смотрим Несколько месяцев Как компания Работает Передать С одной функцией Которую вы сняли Перегрузили Следующую функцию Перегрузили третью Что осталось? У вас освободилось время И вдруг вы увидели На самом деле Есть классическое правило Каждый день У вас Как у руководителя В джире Должно быть Не больше Шести коннектов И суммарно Они должны занимать Не больше шести часов Для чего остается время? У вас остается время На подумать И вдруг выясняется Что ключевая функция Которую вы оставили себе И которую вы любите Уже не раздражает В среднем На это Уходит Где-то В целом Это зависит от количества функций На передачу Каждой функции Если ее передавать нормально Уходит Два-три месяца Как передаем функцию? Казалось бы Передаем лично Но ни разу Вот Заведите себе В компании Зануду Вам обязательно Нужен зануда Которая будет На все говорить Вот я такая прибегаю Говорю Ой, ребята Давайте вводить это А это Он говорит Нет, подожди А вот как мы Это будем делать? Вот раз Два Три Четыре Пять Маленькая компания На 15 человек Работает по тем же Гайдамка По которым работает Условно большой ритейл То есть что мы сделали? Мы сели Прописали все функции Во-первых Когда вы их начинаете прописывать Систематизируется Ваш мозг Ваше понимание компании Вы найдете Кучу узких мест Во-вторых Человек Вы его условно сказали Вот, дорогой Я тебе сейчас рассказываю Как мы будем строить Направление бухгалтерии Да, раз Два Три Четыре Пять Иди читай гайд Через два дня сдашь Потом, собственно, второй гайд Первый раз Это дико сложно Дико бесит На второй На третий раз Вы вдруг выясняете Что если даже Вот он Поросенок От меня уйдет У меня есть уже прописанные кайды И новый человек Это подхватит очень быстро Потому что все процессы прописаны Итак, вы прописали процесс Вы его передали Вы прописали процесс Вы его передали Очень важно Все такие Не любят прописывать процессы Все такие Давай мы эту методологу перейдем Наймем еще прочее Не ленитесь Пропишите сами Вы даже не понимаете Насколько на самом деле Изменится ваш бизнес Итак, вы передали А дальше вспоминаем Чего я хотел Когда у вас остается Одна ключевая функция Вы начинаете делать хорошо У вас мозг не зашорен Дальше вы возвращаетесь В следующей истории Моя мечта Вы даже не представляете Как будет меняться компания Если вы начнете кусок Маленький Любого ресурса Денег Вашего времени Еще чего-то Инвестировать в вашу мечту Вот классический пример Битрикса Когда Битрикс Сделал вот новый продукт Сейчас, который У него летит Когда тогда еще Его не было Сережа приходил И мы с ним разговаривали Я говорю Сереж, ну это сумасшествие Ты попадаешься победить Мировых лидеров Это невозможно Говорит, я хочу И вот эта история Я хочу Она дает две вещи История может не выстрелить Она дает Команде Начинает интересно работать Команда Снова Видит Не просто Какую-то Унылую студию На 15 человек Из которой В общем Уйду Как только появится Какое-то Более-менее Нормальное предложение А в ней появляется Простите за это чудовищное Слово Миссия И даже если Это направление Не полетит И вы его Закроете Постепенно Вот эта история Она дико Сплотит команду И позволит К вам с рынка Пойдут люди Много лучше Просто реально Много лучше Потому что Они пойдут на мечту На унылую студию На 15 человек Не пойдут И это надо понимать И я их скончу Ну если пойдут То просто Ну Одним небрежным разговором После этого Надо понимать Следующее Если вы попробовали Все это сделать О печальном И у вас В течение года Ничего не получилось Значит в бизнесе Есть системная ошибка И вам надо Делать перерыв Закрывайте Мужество Закрывать Если вы После этого Вот по этой истории Поработали год Интерес к бизнесу Не вернулся Вам либо Надо делать Серьезный перерыв Либо уходить В найм Из бизнеса Не прыгать в другой бизнес Не получится Уходить в найм Как некая форма Перерыва отдыха Либо вообще Если есть возможность Уходить вообще И отдыхать В среднем 2-3 года И это тоже На самом деле Великое мужество И великая честность Соответственно Вовремя закрыть Потому что Я знаю Огромное количество людей Которые дожили До вообще Разводов До неврозов И простите меня Просто до дурки Ровно потому Что долго Тащили этот чемодан Без ручки Которого на самом деле Нет бизнеса Итак Заканчивая Там Какую-то Важную историю Но в конце Еще я хочу Вам сделать подарок Вообще не очень понимаю Что там со временем Поэтому Ну как Ага Вот Соответственно Что я собственно Хочу вам сказать Я просто соревнуюсь С кофе-брейком Я понимаю Что я все равно Проигрываю Там много вкусных пироженок Вот Что я вам хочу сказать Я хочу сказать Следующее Первое Нет истории Про выгорание Есть история Про то Что ваши ожидания Внутренние Не соответствуют реалии Будьте честными К себе Поймите Вы где-то налажали Поймите Вы главный тормоз Надо Остановиться Отмотать Назад Понять И соответственно Разматывать С этой точки Второе Нет Более страшного Предательства Чем предательство Своей мечты В бизнесе Будет мстить Всегда На самом деле Делать надо Даже если Это долго Будет кастом Третье Лучше Не хантить Людей Мне это страшно Говорить Как хантеру Но на самом деле Маленький Мелкий Средний Бизнес Не надо Хантить Людей Кроме Одной Истории Если вы Покупаете Очень узкую Экспертизу Условно Мы сейчас Покупаем Продажника Вот с такой Записной Книжкой Или мы Покупаем Технического Директора Вот с таким Навыком Поймите Нет Пока Нет Мечты Нет У вас Тех Преимуществ Чтобы Удержать Хорошего А того Кого Вы Перекупаете Только За Деньги На самом деле Перекупят Следующий Раз Растите Внутри Людей Именно Не Складывая Все В одного Человека Это Огромный Риск Разделяйте И прописывайте Гайды И за что Меня Собственно Будут ругать Дико Феминистки Но Тут Как бы Не совсем Еще Какие лучшие замы Это Женщины После 30 лет Уже С ребенком И семьей Объясню Мы В отличие от Мужчин Мы Влюбляемся В бизнес Мы К ним Относимся Как К семьям Для нас История Леля Потерпи Нет Выплыв Некоторое Время Нет денег На зарплату Или Леля Поработай Сегодня Допоздна Клиенту Очень Надо Реальней Мы Начинаем На это Смотреть Как на Дом При этом При прочих Равных Если у вас Есть девочка Или мальчик Который Растит Надо Растить Лучше Растить Девочку Важно Эта девочка Должна быть Слегка В вас Влюблена И в бизнес И в вас Как харизматика Только Умоляю Никогда Не перейдите Эту грань Потому что Это вообще Главная История Которая Рушит Бизнес Это Обиженная Брошенная Женщина Которая Вас Любит Это будет Разрушена Вообще Напрочь Просто Атомная Война Итак И последнее Если вы Перегорели Пожалуйста Если вы Поняли Что бизнес Надо Закрывать Помните Следующее Помните Очень важное На самом Деле Нет Истории Поражений Не стыдно Признаться О закрытии Не стыдно Признаться Что что-то Не получилось Это короткий Момент Жизнь Длинная История Судить Будут В конце Одномоментно Не бойтесь Человек Который Закрывал Бизнес И хочу Сказать Не бойтесь Короткое Время Будут Чего-то Говорить Все Забудут Следующий Успех Закроет Все Научитесь Извлекать Из этого Уроки И тогда Точно Будет Следующий Успех Теперь О подарке На самом деле Мы договорились С организаторами О том Что во время Кофебрейка Ну и наверное После него Те Кто хочет Я могу Проконсалзить По двум вещам Не столько По каким-то Личным перегоранием И прочее Я Ну теперь уже можно Я наверное Один Ну наверное Самый известный Хантер России Долго работавший С Мэйл.ру Потом сделавший Свой бизнес Я ищу Персонал В технологические Компании Много лет успешно Там Фейсбук Гугл Мэйл Поэтому Если кто-то Хочет подойти Спросить Из серии Как найти Программистов Никак Сразу отвечаю Вот Верстальщиков Дизайнеров Архитекторов Не знаю Там еще кого-то Или у кого-то Будут вопросы Соответственно Там история Перегорела Не знаю Что делать Помогите Во время Кофебрейка Я буду в зоне Кофебрейка Подходите Пожалуйста И я всем помогу И спасибо вам Всем большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому